Записываем, что найти нет. Уроки химии и биологии в средней общеобразовательной школе номер 6 города Балея идет учитель первой категории Татьяна Панова. Подготовленные ей дети в прошлом учебном году неоднократно занимали призовые места в предметных олимпиадах городского, районного и краевого уровня. В результате начисленные учителю стимулирующие выплаты за сентябрь составили 3300 рублей. Когда я сравнила заработную плату, по сравнению месяц весной и сейчас в сентябре, если нагрузка у меня с прошлым годом уменьшилась на один час, то сейчас в связи с увеличением у меня заработная плата увеличилась примерно на 29%. Еще один учитель школы номер 6 города Балея Тамара Абрамова вот уже 30 лет преподает русский язык и литературу, имеет высшую квалификационную категорию и отвечает в школе за всю опытную экспериментальную работу. Ее заработная плата в сентябре по сравнению с маем увеличилась примерно на 6000 рублей. Когда стаж уже большой работы, ощущаешь, как-то получше повернулись к нам лицом. Вот если даже в последнее время взять, то еще в мае месяце при нагрузке 21 час я имела при высшей категории, 14 лет, заработную плату учителя 14 тысяч, примерно так. А вот сейчас я не могу точно сказать, насколько повысилась, поскольку у меня повысилась нагрузка, но то, что заметно увеличилось, конечно. Директор школы Елена Димова рассказывает, что стимулирующие выплаты распределяются здесь в 4 этапа. Первый – самоанализ учителя, где каждый сам проставляет себе баллы, оценивая свои заслуги и достижения. Второй этап – комиссия по распределению стимулирующих выплат, состоящая из 9 педагогов. Третий – административный совет школы. И, наконец, четвертый – совет учреждения. Он состоит из трех представителей родительской общественности, трех педагогов и трех учеников старших классов. Они-то и решают окончательно, какой учитель сколько баллов набрал. Если посмотреть последний протокол заседания, мы брали, есть от 25 и есть до 75 баллов. Цена балла на сегодняшний день 74 рубля, в связи с повышением на 17% стимулирующего фонда – 74. То есть при подсчете получилось, что у некоторых педагогов 4 400 есть стимулирующие выплаты, но у некоторых меньше тысячи – это точно не получается. Главные критерии в стимулировании труда учителей в Болейской школе номер 6 – качество преподавания и результаты, которые показывают учащиеся, причем не на школьном, а как минимум на муниципальном и региональном уровнях. Кроме того, оценивается и положительная динамика в знаниях учащихся, а также отсутствие рекламации со стороны родителей. Выплачивается стимулирующая часть заработной платы здесь ежемесячно, а вот рассматривается раз в квартал. Так решил коллектив. Несколько иная схема назначения стимулирующих выплат в средней общеобразовательной школе села Заречное Нерчинского района. Здесь их распределяют ежемесячно и в три этапа. Самоанализ учителя, комиссия по распределению стимулирующих выплат и административный совет школы. Как и все учебные заведения Нерчинского района, школа уже перешла на новую модельную методику оплаты труда. Кроме качества преподавания здесь учитывается еще и интенсивность работы, то есть количество учеников в классе. Средняя наполняемость у нас по школе 18 детей, а вот если в начальных классах взять учителя начальных классов работающего в четвертом классе, вот там выросла зарплата почти на 3000, потому что у нее в классе 25 детей. Ну это больше, чем средняя наполняемость на 7 детей. Естественно, у нее прибавка составила, ну весомую, я считаю, сумму. А вот заработную плату учителей, работающих в старших классах, пришлось регулировать с помощью повышающего коэффициента, потому что школа сельская, это значит, что 10-й и 11-й классы малочисленны. При этом значимость труда преподавателей, которые готовят детей к экзаменам, недооценивать нельзя. Так что повышение заработной платы в школе так или иначе ощутили все преподаватели. Я ощутила эту разницу. Во-первых, когда перешли с 1 июня, у нас это хорошо, положительно подействовало на отпускные, мы получили больше отпускных. И с 1 сентября перешли, ну как бы добавилось нам еще 6,5 процентов. И, ну лично, моя заработная плата увеличилась примерно на 1500 рублей. В общей сложности прибавка к заработной плате учителей средней школы села Заречная Нерчинского района в сентябре по сравнению с маем составила от 1000 до 5000 рублей. В целом же мониторинг, проведенный Министерством образования, науки и молодежной политики края, показал, что больше всего в регионе увеличилась заработная плата молодых учителей. Прибавка для них составила в среднем более 34 процентов. Поэтому здесь уже в ближайшее время рассчитывают на приток образования молодых кадров. Не секрет, что сейчас более 30 процентов учителей в регионе находятся в пенсионном и предпенсионном возрасте.